Мир вам, братья и сестры! Слава Господу за этот прекрасный день! Он дарует нам собраться здесь, и что Он дарует нам это прекрасное священное Слово. Братья и сестры, вы верьте, что это Слово, оно живо и действенно? Вы верите в это? Вы верите, что оно может менять нас, наставлять нас? А еще есть такой вопрос. Вы когда-нибудь уходили из служения, и вы сказали эти слова? А сегодня от этого служения я ничего не получил для себя? Или вы сказали, после проповеди, этот проповедник, он был... Ну, может быть, что-то не очень, и я не получил то, что я желал. Братья и сестры, как мы можем говорить это, когда мы приходим сюда, мы слышим священное Писание, мы слышим, когда люди говорят о Боге, и мы можем уйти и сказать, а я сегодня не услышал Господа. И, конечно, мы все можем сказать, ну, может быть, проповедник, что-то не так сказал, как я думал, может быть, он нехорошо разложил, как я об этом размышлял. Но здесь мы размышляем о Священном Писании, братья и сестры. И сегодня вы не услышите меня, хотя бы услышите те местописания, которые сегодня будут читаться. Знаете, однажды самый лучший проповедник пришел в этот мир, он проповедовал, он любил людей, и, знаете, некоторые люди, они ушли от Него, они сказали, Его звали Иисус Христос, они ушли от Него и сказали, знаете, я сегодня ничего не принял от Него. Что-то было не так, что-то Он не о том говорил сегодня. И, знаете, в большинстве это, наверное, говорится о нашем сердце, что наше сердце сегодня не открыто к Священному Писанию. Давайте сегодня откроем наши сердца, чтобы услышать, что Бог сегодня желает сказать нам. Аминь! Аминь! Мы сегодня смотрим на этот мир, мы видим, сегодня распадается мир, распадаются страны, распадаются, может быть, церкви, распадаются семьи. Мы видим, что происходит этот развал в этом мире. Мы видим, что много разных спор, много проблем в этой жизни. Даже в христианстве сегодня много проблем. Мы можем, смотрим назад, и мы говорим, было лучше, было, может быть, что-то... Церковь была намного лучше. Но что случилось, братья и сестры? Что мы потеряли, может быть, что-то мы упустили? Какое качество ушло из христианства, о котором, может быть, сегодня очень мало говорится, очень мало проповедуется сегодня? Что же за это за качество? Сегодня я желаю поговорить о страхе Господнем. Братья и сестры, очень мало сегодня страха Господня. Мало сегодня говорится, мало сегодня мы это видим в церквях, может быть, мало кто-то скажет, мы видим сегодня в молодежи. Страх Господень ушел. Что такое страх Господень? Это не просто, конечно, забояться Бога и, может быть, идти куда-то в угол, начинать плакать или просто бояться наказания ада и на этом все. Страх Господень – это великий трепет пред Господом. Страх Господень – это великое уважение перед Ним и перед Его Словом. Когда мы осознаем, кто такой Господь, мы склоняемся перед Ним. Это по-английски есть такие слова, как reverence, есть слова, как are. Когда мы просто переходим к Господу, и мы осознаем, кто мы, и мы осознаем, кто Он. И большинство сегодня, мы это видим, оно уходит. Целые динаминации сегодня, они уходят в грех, они принимают какие-то грехи, они говорят, это нормально, и сегодня уходит этот страх Господень, они потеряли страх Господень. Мы открываем притчу, 9 глава, 10 стих написано так, «Начало мудрости – страх Господень и познание святого разума». Начало мудрости – страх Господень. «The fear of God is the beginning of wisdom». Братья и сестры, если мы только подумаем сегодня об этом. Страх Господень – это начало, начало понимания Господа. Это то, с чего мы должны начинать и понимать, кто есть такой Господь, перед кем мы сегодня стоим, перед кем мы сегодня ходим. Начало мудрости – это страх Господень сегодня. Если сегодня у меня этот страх Господень в моей жизни, в моем хождении, как мы дальше здесь прочитали, начало мудрости – страх Господень и познание святого разума. Когда мы познаем Господа такой, какой Он есть, когда мы слушаем проповеди, когда мы вникаем в Священное Писание, мы познаем этого великого Господа. Мы осознаем эту реальность. И, как я уже говорил, многие люди, они забыли о Господе, они потеряли, когда это страшно, это страшно быть вместе, может быть, в стране, которая забыла Господа, когда начали принимать какой-то грех. Это страшно даже быть в церкви, которая тоже начинает принимать какие-то грехи. Это очень страшно. И об этом даже сказал Авраам, когда он пришел в одно место. Это записано в Бытие, 20 главе, 10 стих. 20 глава, 10 стих написано так. 11 стих. Авраам сказал, «Я подумал, что нет на месте с чем страха Божия, и убьют меня за жену мою. И подумал я, нет на этом месте страха Господня». Как я уже говорил, это страшно, где нету людей, которые трепещут перед Господом, когда они не осознают, кто такой Господь. Это дает им в их право жизни делать, что они хотят. Знаете, даже в Мирской есть такое высказание. Люди говорят, кто-то что-то неправильно сделает, и мы говорят, «Ты что, страх потерял?» Человеку нету больше страха, нету никого-то трепета. Он может делать что-то неправильно, может быть, говорит он что-то неправильно. Человек потерял этот страх и трепет в своей жизни. Если мы сегодня зададим себе вопрос, кто наш Господь сегодня? Кто твой Господь сегодня? Потому что какой твой Господь, такой будешь и ты. Если мы посмотрим на религии сегодня этого мира, если человек, он подражает этому Богу, можно сказать, в кавычках, он будет такой, как этот Господь. Он не будет любить, он не будет быть таким, который Господь желал, чтобы он был. Какой твой Господь сегодня? Он большой? Или он сегодня может быть маленький, где-то далеко? Он сегодня сильный? Или он сегодня слабый? Он знает все? Или, знаете, может, Господь сегодня, он просто какой-то старый дедушка, где-то там далеко? Кто-то, может быть, думает, что Господь это, ну, Господь это как Санта-Клаус. Он приносит иногда подарки нам, делает что-то хорошее, и он уходит, и на этом все. Для них Иисус Христос – это тот, кто приходит однажды в году, дает им разные подарки. И, как я уже говорил, что мы будем жить, мы будем строить нашу христианскую жизнь, мы будем иметь или не иметь страх Господний, смотря на нашего Господа, и наше понимание о Нем. Мы будем как наш Господь. Но люди выбирают другое, заместо того, чтобы вникать в Священное Писание, чтобы ходить в церковь, познавать Его, они просто придумывают себе Бога, или, можно сказать, идола, с которым они комфортабельны, которые не смотрят на их грех, не смотрят на то, что они делают, и они придумывают себе самого Господа. Знаете, иногда говоришь с некоторыми людьми, которые, можно сказать, в кавычках, верующие или неверующие, обычно, когда говоришь о грехе и о суде, они говорят, а мой Бог такого бы никогда не сделал, а мой Бог говорит, что это нормально. И эти люди, они теряют настоящего Господа, и они теряют этот страх Господень. Как твой Господень смотрит на грех? На твой грех, на грех вокруг этого мира? Что Он говорит о нем? Он говорит, все нормально. Все мы грешники. Господь понимает, я человек, Господь поймет меня и то, что я делаю. Мы читаем в Псалме 49. Псалом 49. 21 стих. Господь говорит, «Ты это делал, а я молчал. Ты думал, что я такой же, как ты. И заблачу тебя, и представлю пред глазами твоими грех твой. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Братья и сестры, это так, как Господь думает о грехе. Он не говорит, что это нормально, это хорошо, это все пройдет. Господь взыскивает. Господь взыскивает. Это показывает нам, как Господь думает об этих грехах, то, что происходит, может быть, в нашей жизни или, может быть, в наших соседях. Но то, что мы смотрим, случается вокруг нас. Господь ненавидит грех, и Он сказал, Он накажет. Он накажет. И у нас из-за этого должен быть трепет в нашей жизни. Пятый Псалом, мы читаем с пятого стиха, написано так, «Ибо ты, Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится зло. Нечестивый не пребудет пред отчами твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззакония. Ты погубишь говорящих ложь». Господь говорит, что есть наказание, наказание за грех, который происходит, может быть, в нашей жизни, людей вокруг нас, будет это наказание. И это показывает серьезно, как Господь думает о грехе. Он не говорит, это нормально. Он говорит, мы все люди, мы все понимаем, что мы все где-то согрешаем. Господь говорит, это серьезно. Грех это разрушает, разрушает то, что Господь сказал. Мы можем познать, как страшен грех на наказание. Какое наказание греха? Господь говорит, ну, иди просто помолись, молитва, и все будет нормально. Какое наказание греха? Он говорит, что возмездит за грех смерть. Откровение 21 глава 8 стих. Мы читаем так, что Господь думает о грехе. Боязливых же, неверных и скверных, и убийц, и любодеев, и черодеев, и дослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серое. Это смерть вторая. Братья и сестры, это то, что думает Господь о грехе. Это то, что Господь, как будет наказывать тех, кто делают эти вещи, это должно приводить нас к какому-то страху и трепету в нашей жизни, когда мы, может быть, делаем что-то неправильное, или только даже думаем, чтобы поступить неправильно и согрешить против нашего Господа, сделать что-то неправильно. Господь призывает к этому. Матфея 10 глава, 28 стих. Мы читаем, Господь говорит так. «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущие убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Это говорит о серьезности Господь. Да, любящий Господь, Который ходил, Который и стрелял, Он говорит эти слова, и Он говорит, есть это наказание за грехи, которые человек делает. Нужно иметь этот страх и трепет в своей жизни, когда ты смотришь, что-то происходит неправильно. Может быть, в твоей жизни, может быть, в ближнем этого, ты должен сказать Ему. Как я говорил в начале, это все, конечно, говорит о нашем понимании о Боге. Какой твой Бог? Как ты видишь Господа в своей жизни? Какой Он по-настоящему? Может быть, ты придумал себе Господа, как я говорил. Однажды один человек увидел Господа. Его звали Исаий, и он по-настоящему увидел Его, не в полной славе, но он увидел Его, какой Он есть. Мы читаем Исаия 6 глава с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летали. И взывали один друг к другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались вверхам врат от глаз о воскресающих, и дом наполнен сокурением. И сказал я, «Горе мне погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Братья и сестры, мы видим сегодня этого Господа Саваофа в нашей жизни. Когда мы вникаем в Священное Писание, мы должны видеть Господа, такой, какой Он есть. Мы должны читать сегодня Священное Писание, чтобы у нас был этот страх и трепет. Когда Исаия, он увидел Господа, что он сказал? Он сказал, «Все хорошо, все нормально в моей жизни». Нет, он упал, и он сказал, что я грешный человек. Величие Божье должно приносить этот страх и трепет нашей жизни о нашем грехе, и мы должны приходить к Нему с этим покаянием. Мы должны сегодня осознать, кто есть Господь. Какой Он Господь? Мы прочитали здесь, и даже мы сегодня вначале пели, что «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вы знаете, нигде не в Библии написано, что Господь – любовь, любовь, любовь. Да, мы читаем о любви, мы читаем о радости, но здесь именно напоминается три раза, что Господь свят, свят, свят Господь Саваоф. Это то, что кем является Господь сегодня? Является ли Он таким в нашей жизни? Мы видим даже ангелы. Что они делали? Они закрывали свое лицо от святости Его, они даже не могли посмотреть на Него, и они восклицали и возвышали этого великого Господа. И Господь, и сразу Исаия, Он осознал, Он осознал, когда Он посмотрел на этого Господа, что Он не может куда-то убежать, может быть, где-то спрятаться, может быть, сказать Ему все нормально. Он знал, что Господь видит Его, и Он знает Его. И, братья и сестры, Господь сегодня видит нас, Он знает нас, Он смотрит на нас, и Он желает, что мы сегодня склонились пред Ним, и что мы провозгласили, что «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Когда мы видим Господа, мы должны осознавать нашу великую греховность и увидеть величие Господня. Через это приходит страх Господень, через это приходит это понимание страха Господня в нашу жизнь, когда мы смотрим на Господа, когда мы поднимаем наши очи к Нему. Исайя очень хорошо описывает нашего Господа, кто Он такой, что Он делает, и когда мы смотрим на Него, мы дальше читаем Исайя 40 глава, описывает этого великого Господа. Исайя 40 глава, 21 стих написано так. «Разве не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорено было от начала, разве вы не разумели от основания земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, как только Он дыхнул на них, и отдыхнул на них. Они высохли, и выхрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните?» – говорит Святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у Него ничего не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворившего концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость. Утомляется, и юноши ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, обновлятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь, братья и сестры. Это по-настоящему прекрасно, когда мы смотрим на этого великого Бога. Мы смотрим Его, и это приносит нас трепет. Мы осознаем, что Господь не где-то там далеко. Мы здесь прочитали о том, что у нас Господь, Он не маленький, Он большой. И там не написано, что Он просто где-то на небе. Мы читаем, что Он здесь, что Он здесь сегодня с нами, Он видит нас, Он знает то, что мы делаем. Мы читаем здесь, в этом местописании, что Господь этот, Он суверенный Господь. Он руководит этим миром, что Он убирает князей, Он ставит их в ничто. Эти люди, они думают, они строят что-то, какие-то свои царства, но Господь, Он может уничтожить это все в мгновение. Он контролирует этим миром, миром, и Он сидит над этим миром, как мы прочитали, и Он видит и знает все. Этот Господь, Он великий Господь, у Него есть вся сила на небе и на земле. Этот Господь, который, Он знает все, Он знает нашу жизнь. Мы, может быть, думаем как-то, мы можем сегодня кого-то обмануть, людей, а может быть, несколько людей, но Господа мы никогда не сможем обмануть. Он видит нашу жизнь, как мы живем. Начало мудрости – страх Господень. Это трепет, который должен быть в нашей жизни, не только когда мы в церкви, но когда мы на работе, когда мы говорим с нашими друзьями. Это уважение великое, трепет и уважение пред Господом. Мы дальше читаем в Исайи, в последней главе тоже говорит о великом Господе. Это 66 глава, последняя, первый и второй стих, мы читаем так. Так говорит Господь, небо престол мой и земля подножище ног моих. Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя и все сие было, говорит Господь. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Братья и сестры, это наш великий Господь, который сотворил все земля, это под ногами его, он все видит, он все знает, и он говорит, какой человек он великий. Мы сегодня думаем, великий человек – это кто имеет большой дом, много денег, может быть, какое-то влияние, а Господь говорит, великий человек – это который смирил себя, великий человек – это который сегодня имеет этот трепет пред словом его. Это слово его. Священное Писание – это Библия, когда мы читаем это Священное Писание, есть ли трепет в нашей жизни, есть ли какое-то смирение и уважение к Священному Писанию. Или когда-то может говорить, кто-то подходит, говорит нам, брат, сестра, ты не должен делать это или то, это написано в Священном Писании, мы говорим, да нет, ты неправильно понимаешь, а некоторые люди, они говорят так, и ты старайся, может быть, опустить это Священное Писание, убрать его в своей жизни, но как мы читали, как я говорил вначале, что Слово Божие, оно что? Оно живо и действенно, оно имеет сегодня эту великую силу, великую силу, но вопрос сегодня, имеет ли оно эту великую силу в нашей жизни? Мы можем знать сегодня много, много знать стихотворений, стихов, проповедь слушать, но если это не реальность в нашей жизни, мы читаем Евреям 4 глава, 12 стих, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намрения сердечные, и нет твари сокровенной от него, и все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». Братья и сестры, мы перестанем перед Господом, и мы дадим отчет, исполняли ли мы его слово, был ли трепет в нашей жизни о его слове, мы знаем, что и сам Иисус Христос, он говорил, «Все в этом мире пройдет, но слово его, оно будет вечно, оно будет вечно». Мы даже читаем в Исаии, 40 глава, 8 стих, написано так, «Трава засыхает, цвет уводает, а слово Бога нашего прибудет вечно». Это слово Божие, оно вечно, и оно должно быть вечно в нашей жизни, оно должно приносить этот страх и трепет. Как мы живем сегодня? Знаете, у нас есть сегодня много проповедей, много Библии, но многие сегодня, у них нет этого страха. Был человек, его звали Иосиф, он был далеко, он был далеко от неверующих людей, он был в языческой земле, где его, может быть, ему бы ничего не сказали, если бы он поступил неправильно, он был в хорошем положении, он был главным, и к нему подходила женщина, она искушала его, но этот человек, он сказал эти слова, когда эти искушения приходили в его жизнь, мы читаем 39 глава, 39 глава, с 9 стиха, он сказал такие слова ей, «Как же соделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Братья и сестры, что имел этот человек? Этот человек, он имел этот страх Господень, он осознавал, что он ходит пред Богом, что он видел его, это об этом мы здесь и читаем, что как же я, он сказал, «Как же я сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Этот человек, он ходил пред Богом, он знал, что Господь видит его, он знает все, он имел этот страх Господень. Мы читаем о Адаме и Еве, они ходили с Господом, Господь уходит, подходит сатана, он ускушает их, знаете, они забыли о Боге, они мысленно не размышляли о Нем, они сказали, что может быть он отошел, он не видит, он не знает это. Знаете, Иосиф, он был тот человек, который знал, что он ходит пред Господом, что Господь видит его, он имел этот страх Господень. Мы читаем о таких людей, как Сидрах, Месахи, Ординага, которые попали в плен, им сказали, знаешь, поклонитесь, упадите, и они могли сделать это, и дальше просто, может быть, после этого сказать, мы все равно продолжаем служить Господу, может быть, один раз я сделал что-то, где-то поступил неправильно, но это нормально. Но эти люди, они сказали так, они сказали, мы будем служить Господу, и даже если мы умрем, мы все равно, мы знаем, что у нас Господь, Он великий, даже если Он не спасет, Он все равно есть единый Бог. Был тоже Даниил, который имел этот страх Господень, он, когда приходил домой, он молился, молился к Израилю, открывал свои окна, и был запрет, чтобы нельзя молиться иным богам, и можно сказать, ну, Даниил, не делай этого, может быть, закрой окна, где-то в тиху, может быть, закрытыми дверями, помолись Господу, но этот человек, он не бил Бога, он имел этот страх Господень в его сердце, он не исполнил то, что говорили эти язычники, он имел этот трепет перед Богом, он осознавал, что он ходит пред Ним, перед этим святым и великим Богом. Братья и сестры, сегодня эта тема, она не популярная. Страх Господень, сегодня интересно, может быть, какой-то проповедует, про какой-то фан, может быть, проповедует, про какие-то танцы, может быть, приходит в церковь, просто ради своих друзей, но это реальность, начало мудрости, страх Господень. Мы видим в Новом Завете, когда ученики, они проповедовали, что было после их проповеди, мы читаем, что страх, страх Господний, пал на этих людей, они каялись, они приходили к Нему. Более 500 раз в Священном Писании мы находим эти слова, страх Господень. Братья и сестры, 500 раз говорится, мне кажется, это важно, если 500 раз в Священном Писании написано, что мы должны иметь этот трепет и уважение пред Господом. и сегодня этот страх Господний, чтобы мы не подумали, что это какая-то теория, это просто абстрактное что-то понимание Господи. Нет, это должна быть реальность в нашей жизни, это должно привести нас к действию в нашей жизни, и это должно приносить нас к практике. В этой притче мы тоже читаем в 8 главе, 13 стих, написано так, «Страх Господень ненавидит зло». Страх Господень ненавидит зло. Братья и сестры, страх Господень, он будет уводить нас от грехов, он будет практически менять нашу жизнь. И знаете, эти люди, которые по-настоящему имеют страх Господень, за ними не надо бегать и говорить, ну давай там читай Библию и давай делай то или давай не поступай так. Этот человек, он осознает, что он ходит пред Господом. Начало мудрости страх Господень, и мы должны понимать это. Соломон в конце своей жизни, он говорит, что бойся Господа и заповедь его исполняет. Это все, это все для твоей жизни, это будет тебе давать благословение там, где ты находишься. Есть ли сегодня этот страх Господний в твоей жизни? Может быть, ты сегодня не смотришь больше на Господа, подними свои очи сегодня на Него и посмотри, какой великий Господь. Кто он такой, что он видит все, он знает все, он всесильный, и это должно менять нашу жизнь, менять нашу жизнь, как мы говорим, что мы говорим, что мы не говорим, как мы одеваемся. Это должно иметь влияние, как ты сидишь сегодня здесь в церкви, о чем ты думаешь здесь сегодня, как ты участвуешь в Священном Писании. Страх Господень, он должен менять нас. Братья и сестры, давайте сегодня выберем страх Господень, чтобы сегодня ходить пред Ним, иметь этот трепет пред Им и пред Его Словом, и чтобы мы жили достойную жизнью. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо. Спасибо.